В эфире рейтинг бизнес новостей в сети интернет по версии первого делового. Причинами рецессии в Украине являются жесткая экономическая политика, колебания тарифов на энергию и длительное сокращение объемов кредитования. К такому выводу пришли в ЕБРР. В банке обнародовали прогнозы для Украины, Белоруссии, Молдовы и России, пишет iPress.ua. Уверены, что страны в течение всего 2015 года будут испытывать постоянное макроэкономическое финансовое давление. В 2016 году в Украине и Молдове возобновится умеренный рост. ЕБРР прогнозирует, в текущем году ВВП нашей страны уменьшится на 7,5%, хотя в прогнозе от января 2015 года отмечалось, что сокращение составит лишь 5%. 20 торговых сетей Украины завышали цены на 30%, пришел к выводу антимонопольный комитет. Как пишет Ukrainian Wall в рамках дела о нарушении законодательства защиты конкуренции, начатого в 2012 году. А МКО оштрафовал 18 торговых сетей страны на общую сумму 203 миллиарда 600 миллионов гривен. Наказание составило 0,1% от оборота за 2014 год. Наибольший штраф в размере 78 миллионов 400 тысяч гривен наложен на компанию Fosifood торговая сеть SELPO. Еще 48,5 миллионов гривен должна уплатить компания ATB Market и 23,4 миллиона сеть Metro Cash & Carry Украина. Торговым сетям для безубыточного существования было необходимо увеличить цены на 15%. На деле показатель был 45. Более того, в ходе расследования был выявлен факт обмена информацией между ритейлерами, то есть компании вступили в противозаконный сговор. Они согласовывали цены и политику отношений с поставщиками. В апреле рост потребительской инфляции ускорился до 14% к предыдущему месяцу и до почти 61% в годовом выражении. Национальный Банк Украины объясняет произошедшее повышением цен на природный газ для населения в 5,5 раз. По информации НБУ, в целом вклад административной составляющей в инфляцию составил 11% пунктов, в том числе за счет повышения тарифов на электроэнергию на 33,6%. Об этом пишут комментарии. Одновременно рост цен по другим компонентам потребительской корзины существенно замедлился. В частности, базовая инфляция до 4,6% за месяц. Рост цен на сырые продовольственные товары до 2,6%, что указывает на снижение влияния курсового фактора. Франция предоставит Украине экспертов для борьбы с отмыванием денег. Об этом договорились премьер-министр Арсений Яценюк и президент Франции Франсуа Алант. Бороться также помогут с расследованиями коррупционных преступлений бывших украинских чиновников высокого ранга, многие из которых закрыли свои доходы во Франции. Среди перспективных направлений сотрудничества Украины и Франции усиление отношений в сфере банковского надзора и взаимодействия между таможенными органами. Для презентации инвестиционного потенциала Украины Яценюк и Алант договорились провести в Париже инвестиционный саммит уже осенью этого года. Польша подала в суд на Газпром. Иск направлен в стокгольмский арбитраж. Предметом спора являются долгосрочные ценовые условия контракта на закупку природного газа от 25 сентября 1996 года. Компания поясняет, что размер исковых требований и срок рассмотрения на данном этапе дела не указывается, как отмечают в польской компании переговоры, на которые отводились 6 месяцев, не дали положительных результатов, в связи с чем было принято решение обратиться в арбитражный суд, что предусмотрено договором. Однако заверили, и сейчас открыты для диалога со своим бизнес-партнером, готовы заключить соглашение, которое будет гарантировать компании и ее клиентам выгодные, основанные на реалиях, рыночные цены. Таким был рейтинг бизнес-новостей. Оставайтесь с первым деловым.